друзья едем смотреть очередной автомобиль ссылку на который нам скинул клиент это у нас будет 2004 года фольксвайн каравелла 2.5 дизель с пробегом 335 тысяч там по моему цена четыре с половиной так вот мы его уже нашли значит что у нас есть есть мелкие царапины пошли рыжики но не критически видно что автомобиль красили сейчас посмотрим на шпаклевку и тут даже без прибора видно что арки делались и не очень хорошо сейчас посмотрим сколько шпаклевки все три тут просто потек наверно от его видно не шпаклевка чуть-чуть зашпаклевана подтянута арка тут уже нормально в конце делались арки так здесь здесь у нас чуть-чуть легенький легенький есть небольшой начало но можно все сделать здесь пороги хорошие пороги низ поддувался здесь видно чуть-чуть второй слой просто краски шпаклевки нету да просто поддуто спасибо спасибо просто машина не новая поддувалась но шпаклевки я пока не вижу внизу чуть-чуть покрышки нужно будет делать уже здесь немножко пошло но опять-таки без поклевки мелкие рыжики но шпаклевки опять-то я не вижу на парках страшная собака пороги хорошие рыжиков я не вижу вот здесь есть вздутие здесь есть тоже небольшое но не критично нет не критично в принципе как бы для такого года это нормальное явление не за дверей целая так тут чуть не удобно мне стоять потому что такая не канал к боюсь туда упасть дверь у нас на одну сторону скрывается сейчас перейдем к салону сначала дойдем до той части так по передку тоже есть легенькие-легенькие маленькие вздутие но все крылья целые то есть проблем я не вижу пока ну перейдут и второй вторым слоем это нормальное явление для такого года главное чтобы он был не битый без всяких врезок а карты нету да получается задней ну ничего только 3 копейки стоит ну нужно чуть-чуть помыть все почистить задняя часть автомобиля потолок тоже нужно будет чистить так сейчас посмотрим впереди это жалчина потекло вот от этого места дверь петли оригинальные двери не снимались здесь уже нужно будет столку менять здесь уже нужно будет столку менять болты целые здесь тоже ржавчины нету так турбина сухая так жидкость гидроусилителя на месте уровень есть внутри закоксованности нету нагара никакого нету лишних примесей тоже нету уровень есть масло наверно недавно меняли да потому что ну видно что еще масло нормально тут тоже хорошо так я сейчас клиенту перекину эту информацию если ему как бы все будет все его устраивает тогда я будем ну буду заводить и тогда я проеду ну чтобы зря если он скажет не хочу тогда чем будем дальше ну в принципе на внутри под под ну выхлопная труба изнутри она мокрая и и там не просто влага а именно масло это говорит о том что турбина кидает уже масло выхлопную трубу и скоро можно попасть на ремонт турбины а возможно и на ремонт мотора если турбина начнет кидать масло дальше короче и может в разнос пойти у меня даже такое было когда то так что стрёмная стрёмная тема и нужно это один момент а второй он покрашенный очень плохо очень плохо его нужно весь перекрашивать и по салону работы очень много половину карт нужно на замену половину карт нужно докупить потому что она там отсутствует в общем видно что машина была рабочая на ней перевозили грузы мне кажется какую-то солярку возили потому что внутри пахнет все соляркой везде жирные пятна от соляра я думаю там химчистка может даже не помочь но четыре с половиной тысячи эта машина стоит но работы блин ну реально до хрена ну забраковали ее все поедем будем какие-то другие смотреть варианты можем не мешать или перед ним сразу станем Продолжение следует...